Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель около 45 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Этот выпуск про будущее доллара в нашей стране. О том, почему Министерство финансов России говорит, что доллар теперь не нужен. Ну и естественно расскажу о том, кому доллар все-таки еще может пригодиться и в каких случаях затрону вопросы, что делать и что будет дальше. Поехали. Зам министра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК заявил, цитирую, доллар однозначно стал токсичной валютой, вне всяких сомнений, как прочим и евро. Я считаю, что он не нужен. Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если мы говорим про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно. Проблема, конечно, в том, в чем копить, но ответ очевидный. Это валюты дружественных стран. Конец цитаты. И наверняка вы все уже заметили, что ранее традиционные валюты для сбережения доллара и евро начинают терять свою популярность. Очень много говорится про риски владения недружественными валютами. На различных официальных и полуофициальных и неофициальных ресурсах объемы торгов юанем уже обгоняют объемы торгов долларом на Мосбирже. Это происходит не только по причинам настойчивого ухудшения имиджа доллара и евро, и потому, что их стало сложнее не только купить, но и потратить, а еще и потому, что по ним ввели комиссии за хранение на банковских и брокерских счетах. Не везде такие комиссии, но встречаются довольно-таки часто. Что все это означает для нас? Прежде всего, это означает продолжение дедоларизации российской экономики и российских сбережений. Власти стараются стимулировать внешнюю торговлю именно в дружественных валютах. Компаниям, активно развивающим внешнюю торговлю с дружественными странами в национальных валютах, доллары и евро действительно будут не нужны. При этом во всем мире тот же доллар укрепляется и становится сильнее и желаннее. Да, усиливаются, конечно, тенденции по дедоларизации в некоторых странах, но точно далеко не во всех. При этом с долларом вы можете приехать практически в любую страну и купить на него все, что захотите. Чего не скажешь о рублях и даже о юанях. Исходя из этих фактов, лично я бы и дальше держал бы свой безналичный кэш преимущественно в долларах. Но риски хранения безналичного доллара в России никуда не уходят. Поэтому я вынужден был поддержать общий тренд по дедоларизации собственных сбережений, ну точнее накоплений кэша. И уже частично ушел в дружественные валюты. Об этом я рассказывал много раз. Покупал юани и гонконгские доллары, все это объяснял в ютубе, покупки публиковал на закрытом канале. При этом часть безналичных долларов я все же оставил и трачу их на покупку иностранных акций. Скажу больше, я продолжаю регулярно покупать доллары в небольших количествах, потому что не менее регулярно их трачу. То есть я восполняю потраченные. Получается, что доллар мне нужен. Но стараюсь покупать так, чтобы общий остаток в долларах на моем брокерском счете не превышал предельного объема в долларах, после которого брокер начинает начислять комиссию за хранение. Это важно. За рисками слежу и дополнительные комиссии тоже выплачивать не хочу. Ну и наверняка вы знаете, я рассказывал, что в Италии у меня накапливаются наличные недружественные валюты. Здесь в России я их не держу. Продаватели, как говорят, избавляться от них, конечно же, я не собираюсь. Вот. Что будет дальше с долларами, юанем и так далее? Интересный вопрос, тема, ну сейчас отвечу. Кстати, если вы не хотите пропускать мои аналитические видео и посты в Телеграме, то подписывайтесь на мой основной бесплатный Телеграм-канал. Но подписывайтесь только по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников. Итак, что будет дальше? А дальше, похоже, россияне начнут привыкать к новым валютам. И место долларов и евро в структуре накопления и сбережений соотечественников займут юани, гонконгские доллары и дирхамы. Конечно же, у всех этих перечисленных новых дружественных валют есть свои риски. И геополитические, и политические, и экономические и так далее. О них я уже говорил неоднократно и поэтому здесь повторяться не буду. Думаю также, что постепенно курсы всех этих валют продолжат расти относительно рубля. Но и эту аргументацию я уже много раз сдавал на своем канале. Надо только посмотреть тематические видео про доллар. Их у меня на канале хватает. На сегодня это все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует.